Это русский космос. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях Валерий Павлович Богомолов, руководитель лаборатории космической робототехники Центрального научно-исследовательского института машиностроения, академик Российской академии имени Циолковского. Валерий Павлович, добрый день! Добрый день! Начало космической эры. Роботы, человек в космосе, первый грунт, привезенный с Луны нашим лунным аппаратом, это луноходы. А что вами движет сегодня? Сегодня идет пересмотр значения робототехники в будущих программах. Сейчас совершенно очевидно, что масштабы космической деятельности настолько велики, что освоить их с помощью пилотируемых программ, можно сказать, преждевременно. И, конечно, сейчас надо очень интенсивно начинать развивать робототехнику. Если раньше она решала задачи стыковки, перестыковки, такие частичные... Ну, почему? И забор грунта с поверхности Луны, возвраты? Ну, наверное, да. Но не было задач обслуживания космической техники. Это задачи, трудно формализуемые на языках программирования. И поэтому был некий стопор, который сейчас снова надо преодолеть. В основном это преодоление идет за счет того, что интеллект робота будет заменяться интеллектом человека, который дистанционно управляет таким роботом. И достаточно управлять программами руками. Человек руками показывает или обучает робота, что нужно делать. Ну, никогда дистанционно точно мы не сможем управлять. Это все равно костыли какие-то. Ну, то есть робот как система должен быть обучаемым. Да. Запоминать окружающую среду, пространство, анализировать. И запоминать, что ему человек показывает. И важно очень, чтобы было отображение той среды человеку, чтобы он мог правильно принимать решение. Это очень важно в операциях обслуживания. Это очень важно, когда непрогнозируемая ситуация при передвижении попала на сыпучую почву и так далее. То есть эту функцию все-таки берет на себя человек. Но дистанционно. И вот этот дистанционный доступ и есть то направление стратегическое, которое сейчас очень востребовано и на земле. Дистанционно управлять трактором, дистанционно лазить в шахту, дистанционно под водой и так далее. Человек не всегда лучше робота. Особенно там, где надо точно выполнять ювелирные операции, повторение, большое повторение одних и тех же операций. И там, где опасно. Почему так получается, что роботы нужны, когда что-то случается? Если надо обезвредить взрывчатое вещество, пожалуйста. Если пожар, куда-то залезь. Если радиационная, не дай бог, утечка. Если химический... Зачем человеку лезть в пекло? Зачем человеку лезть в пекло? Но при этом, когда показывают работу МЧС, очень мало роботов. Есть. МВТУ-шные роботы берут эти снаряды, разоружают, разминируют. Есть эти роботы. Можно ли их использовать для исследования планет? Можно, но надо решить вопросы радиационной стойкости, решить вопросы теплообмена. Потому что там совсем другие условия. Есть ли у нас новые разработки? Вот Япония, это страна, в которой, я не знаю, уже, наверное, в каждом семействе скоро будет свой личный робот. Но это с точки зрения бытового уровня, с точки зрения обслуживания граждан своей страны... Но когда произошла авария на атомной электростанции, ни одного робота мы там не увидели. Ждали, наверное, когда что-то произойдет. А надо было не ждать разрабатывать системы зрения, которые радиационно стойкие. Сейчас там стоят камеры, ПЗС-матрицы. Они тут же выходят через строй. Мы увидели это на Чернобыле и так далее. И у нас есть идея как-то сделать, чтобы глаза не слепли. Более сложные задачи возникают в космических условиях. И вот преодолевая их, конечно, мы можем занять одно из лидирующих положений. Ректор Московского государственного технического университета Игорь Федоров показал гостям из Рособоронэкспорта действующие образцы новейшей техники. Все они выполнены бауманцами по заказам различных министерств и ведомств. Студентам и преподавателям старейшего технического вуза страны есть чем гордиться. Успех и уникальность во многом наших разработок связаны с тем спектром специальностей, исследований, которые присущи, я бы сказал, только Бауманскому университету. Потому что здесь действительно, что называется, есть все. Я вот говорил уже от океанских глубин до космоса и от чипов электронных схем до металлургических станов. Это один из представителей отряда боевых роботов, разработанных студентами и преподавателями Бауманга. По своей огневой мощи машина сравнима с танком. Мобильный робототехнический комплекс оснащен пулеметом «Печенек», противотанковыми гранатометами «Шмель» и противопехотными гранатометами. Его задача – обеспечить огневую поддержку частям спецназа. Есть роботы-саперы, роботы, работающие в условиях радиационного химического заражения, роботы-разведчики. Это несколько десятков машин, которые действуют, как в нашей стране, во всех практически силовых структурах, в Министерстве атомной промышленности, химических предприятиях и также за рубежом. То есть нашими машинами активно интересуются все предприятия, где жизни человека угрожает хоть какая-то опасность. Все они имеют дистанционное управление и могут уходить от своего водителя на целый километр. То есть он способен выполнять достаточно сложные строительные и аварийные работы. Поэтому в его составе дополнительного оборудования имеются такие инструменты, как отбойный молоток, перфоратор, шлифовальная машинка. Грузоподъемность манипулятора до 100 килограмм. То есть может применяться при ликвидации каких-то завалов. МГТУ имени Баумана – известный космический вуз. Больше 10 его выпускников в разное время становились космонавтами. Может быть, совсем скоро на орбиту отправится и первый робот, сделанный в лабораториях Бауманке. 70-е годы Это годы становления лунные программы, марсианские программы, венерианские. Везде на слуху было, что завтра робот заменит человека. Мы все боялись, что никто из нас в космос не полетит. А сейчас уже второе десятилетие 21 века. А вот такого нашествия роботов, как представлялось в 70-х, 80-х годах, нет даже на земле. Робот не проводит наших детей в сад. Это очень плохо, потому что… Или хорошо все-таки. В медицине, например, скажем, не престижные профессии, как сестра-хозяйка и так далее. Робот совершенно спокойно сейчас заменяет. Японцы понаделали их. Они их будут делать миллионами штук сейчас. Для медицины, в качестве повара, в качестве… Мы пока видим, что это очень прогрессивная технология дистанционного доступа. И она, конечно, сильно упростит нам и на земле, например, работа на северных широтах. Там, где условия неблагоприятны для человека. И вот эта технология, она должна как в космосе, так и на земле. И вот сейчас основная стратегия – не рваться все для космоса. Одновременно, как многие страны так делают, это и Америка, и Китай сейчас. Он не принимает новую программу, пока она не опробирована на земле. И вот это говорит о том, что надо создавать мощную стендовую базу для дистанционного управления. Мы, например, с МВТУ сделали уже дистанционную передачу из Орева в ЦНИМАШ и поуправляли роботом, который находится в Орево, в Дмитрове. Вот это надо отрабатывать. Здесь очень много сложностей. Здесь без моделирования, без виртуального моделирования. Конечно, не обойтись, потому что прежде чем гонять робота или проектировать робота, надо на моделях понять, что он точно выполняет операции. И второе, надо четко понять, что, в первую очередь, нам нужно делать в космосе. Роботы в наземных программах должны сочетать в себе роботы МЧС, роботы космических, роботы военных. Они содержат один и тот же принцип – дистанционно попытаться выполнять некую работу. Просто работы будут разные, поэтому спецификация, наверное, будет разная. Но сущность, что нужно иметь мощную связь, нужно иметь систему визуализации рабочих зон и наблюдения этих рабочих зон. То есть робот становится одним из элементов некой инфраструктуры. И совершенно не важно, это будем делать на Марсе или на Земле. Единственное, что там появляются особенности. Задержки в линии связи, надо больше автономности. Одна космическая робототехника, она не продвинется. Она должна в совокупности со всеми другими направлениями робототехники. Вот «Рабонав-2» американский, да? Да, на станции МКС. На станции. Его делала «Дженер Моторс» для того, чтобы испытывать автомобили. Затрачены колоссальные деньги, опутан он весь датчиком был. Поэтому им удалось, если сказать 10 лет достаточно быстро, сделать довольно солидную разработку. Потому что датчиковая система была разработана для автомобиля, автономно, считывать все. И сейчас он уже предназначен для того, чтобы помогать космонавту на орбите. На внешней поверхности причем. То есть в условиях достаточно суровых. Ну, вообще говоря, надо космонавту запретить работу на внешней поверхности с точки зрения экономики. Я бы сказал, человеку надо запретить работать. Пускай думает. В мировой космонавтике все больше склоняются ко мнению, что настало время, если не совсем заменить человека в космосе. То, по крайней мере, значительно облегчить труд космонавта. На Международной космической станции с февраля прошлого года уже работает помощник астронавтов. Рабонавт Р-2. В шлем Р-2 вмонтированы 4 видеокамеры. Благодаря им робот не только ориентируется в пространстве, но и транслирует с них сигналы на мониторы диспетчеров. В планах НАСА высадка подобного робота-исследователя на Луну. Исполнительные трудолюбивые машины, управляемые автоматической программой или по командам Земли, не нуждаются в еде, питье и способны работать в крайне неблагоприятных условиях. Что еще важнее, потеря робота гораздо предпочтительнее гибели космонавта. Действительно, зачем вкладывать не менее 300-500 миллиардов долларов, оплачивая труд многих тысяч рабочих, инженеров, ученых, если на все интересующие землян вопросы уже способны ответить роботы, управляемые учеными Земли. Новая информация будет получена без огромного риска для жизни членов экспедиции. Разработка и производство роботов занятие не дешевое, но и выгода от их использования очевидна. Роботостроение – высокотехнологичная отрасль, настоящий двигатель прогресса. Современный робот должен весить как можно меньше, потреблять малой энергии и обладать чрезвычайной надежностью. В Советском Союзе одним из пионеров роботостроения был Владимир Бармин, генеральный конструктор КБО. Под его руководством были разработаны стартовые комплексы для многих ракет конструкции Сергея Королева. Он же одним из первых начал разрабатывать космических роботов. Владимир Павлович уже позже пришел к выводу, что получить с помощью космических аппаратов, запускаемых на Луну, какие-то сведения получить нельзя будет. То он начал рассматривать возможность создания роботов-автоматов, которые бы позволили получить какие-то конкретные данные на Луне, а может быть и потом на планетах в Солнечной системе. Именно Владимир Бармин руководил созданием автоматических устройств для исследования Луны и Венеры. Один из таких роботов взял пробу лунного грунта с глубины двух метров и обеспечил его доставку на Землю. С помощью другого были взяты образцы грунта в трех точках поверхности Венеры, полученные переданы по радиоканалу на Землю информация о химическом составе венерианской почвы. Самыми известными советскими роботами были легендарные луноходы, созданные на заводе имени Лавочкина. Самоходные аппараты отработали в три раза дольше первоначально рассчитанных ресурсов. По поверхности Луны луноходы проехали 50 километров и передали на Землю почти 300 лунных панорам и 100 тысяч фотографий. Создать робот, который на другой планете движется, хотя не очень далекой, но все-таки и управляется с Земли дистанционно, проходит определенные расстояния, исследует, делает и съемку, изучает грунт и так далее. Это, конечно, очень интересная задача технически. Нынешние роботы в основном наблюдают и исследуют, смогут ли автоматы совсем заменить человека в космосе. Ближайшее будущее российской космонавтики и космонавтики вообще – это гибрид или комбинация человека и робототехники. Нам нужно повышать эффективность работы людей на орбите, я не имею в виду только космонавтов, но и космонавтов в том числе. Поэтому робототехнические технологии – это та ближайшая задача, которую мы должны реализовать. Уже совсем скоро роботы научатся выводить на орбиту полезные грузы и смогут работать в открытом космосе. Но даже самые совершенные механизмы, как и обычные земные объекты, нуждаются в управлении, контроле, ремонте и техническом обслуживании. Поэтому к звездам человек и его помощник-робот должны двигаться вместе. Но ведь объекты вокруг Земли летают на разных высотах, на разных орбитах. То есть для каждого объекта свой робот или это армия роботов на орбите, которые… Мы такие расчеты уже проводили. Основная тенденция, которую академик Фортов выдвигал, академик Чертог, что эра пришла больших космических платформ, многофункциональных, на которых есть и связь, и навигация, и навигационное обеспечение, и ресурсы для того, чтобы обслуживать близлежащий объект и так далее. Малые спутники нужны там, где распределенная система. Это магнитное поле Земли исследует и так далее. А с точки зрения хозяйственной деятельности, конечно, это затратные вещи. То есть, грубо говоря, на этой платформе есть свой ЗИП, вышел из строя блок и робот спокойно… Да, да. Но это надо закладывать на этапе проектирования. Тогда это действительно стратегическое направление. Мы рады им за такой подход. То есть, это направление вокруг Земли. И начать можно с МКС. Мы имеем колоссальный опыт на МКС. Размеры 100 метров. Энергетика громадная. Надо бережно относиться к сохранению такого объекта. И подняв орбиту всего на 200-350 километров, мы время существования без дозаправки топливом резко увеличиваем. Ну, правда, без человека уже. Но без человека. Потому что радиационные пояса мы будем… И у нас остается сейчас вот уже… Идея сама по себе достаточно революционная. Потому что до сих пор везде обсуждалось именно продление пилотируемого режима станции и дальше потопление станции. Ну, почему нельзя продлить эксплуатацию этой станции бесконечно? Потому что сейчас… Да, бесконечно с точки зрения человека. Человека, да. И, конечно, бесконечно это нельзя. Где-то будет этот предел. Ну, сейчас он поставлен до 2020 года. Может быть, его немного сдвинут, но явно, что ненадолго. И вот тот резерв времени, который сейчас есть, конечно, надо подключить научные силы, в том числе и учебные центры, для того, чтобы найти эти решения, как увести на более высокие орбиты. И второе очень интересно. Там ведь мы поимеем колоссальный опыт эксплуатации станции в длительном режиме. То есть мы деградацию увидим, которую мы на Земле никак не можем увидеть. Увидим, как себя ведут материалы. И второе, мы будем иметь платформу весом 450 тонн. Сейчас заново создавать такую, никому и в голову не приходит платформу. И, конечно, этот опыт работы на больших платформах накопить на низкой околоземной орбите, сравнительно низкой, а потом иметь этот опыт на более высокий. Нужны ли пилотируемые станции? Наверное, все-таки пока нужны, потому что роботов надо обучать в виде непосредственной близости. Потому что если он что-то отскажет с этим роботом, можно откорректировать. То есть нужны с точки зрения взаимодействия с роботом. Это еще более сложная задача. Если просто робот что-то делает, это одного уровня сложности задачи. А если робот взаимодействует с человеком, это очень сложная задача. Ну, например, массаж сделать роботом. Не каждый согласится. Потому что что он ему сделает, вот человек сделает массаж. А что сделает робот, это большие сомнения. Но вот под управлением человека, это, наверное, можно уже сейчас, потому что операции делают, сложнейшие операции. Для человека там постоянно работы очень много. Огромные помещения МКС. Да. О которых вы говорили. Можно использовать. В виде оранжереи. Да. И с роботами. Канадцев с некоторых пор считают главными манипуляторами в космосе. По сути дела, Канада отвечает за сборку различных элементов МКС, начиная с 1998 года и по сегодняшний день. На родине хоккея создали лучшую космическую перчатку, которая по-хоккейному уверенно держит любые грузы в невесомости. Роботы-манипулятора Канадарм-1 и его преемник Канадарм-2 уже несколько лет помогают разгружать на орбите корабли, перемещать грузы и выходить в открытый космос. Это стало для нас отправной точкой для того, чтобы мы продвигали наши космические программы дальше. Недавно на международной встрече в Квебеке главы космических агентств подвели итог работы Международной космической станции и решили продлить срок ее эксплуатации до 2028 года. Однако земные орбиты — не предел. Мы, конечно же, будем исследовать Марс в международном формате. С одной стороны, к полету на Марс должны быть готовы люди, и также мы должны подготовить необходимое оборудование. Но мы хотели бы, чтобы это были именно международные усилия. Мы все объединились бы и полетели к Марсу вместе. Как вы думаете, первый шалаш на Марсе кто должен построить? Человек или робот? Ну, конечно, робот. Марс — это пустыня. Если кому-то хочется попробовать в скафандре по пустыне походить, это можно сделать очень легко. Мы сейчас проговариваем одну из идей о том, что выращивание растений и обслуживание животных надо делать роботами. И это очень непросто. Скажем, какая-то обезьяна из рук робота не будет есть. Из рук человека ест, а робота она начнет ломать. Там куча проблем. И вот в замкнутые системы строят. У нас замкнутые системы только по газу, по воде, а там надо замкнуть по пище. Еще об одной идее, Валерий Павлович, ваша идея — это трубопроводный транспорт в космосе. С точки зрения трубного транспорта, этот же транспорт для выведения в космос, он может на Земле увеличить скорость перемещения, потому что магнитный подвес уже опробован. Большая труба, которая начинается где-то на равнении, потихонечку, плавно переходит и на вершине горы. Чем выше гора, тем меньше, тем лучше. И вот из этой трубы время от времени выплевываются космические аппараты. Да, вот такая схема, она в первом фильме от Силковского. Вот я оговориться хотел. И для России почему хорошо? Что это меняет всю инфраструктуру экономики. Метро делают, например. Первая станция в Москве, вторая — Нижний Новгород, третий — Урал, четвертая — Новосибирск и дальше — Дальний Восток. То есть, получается так... Что такое 600 километров в час? Значит, вы за два часа преодолеваете 12 тысяч, да? 600 — 1200, да? Можно вот пофантазировать. Закончили мы тренировку в Звездном городке, значит, экипаж сдал экзамены, госкомиссия приняла все. Экипаж садится в Звездном городке, значит, занимает свои места на поезд, потихонечку поезд разгоняется, и где-то над вершинами Кавказа мы уходим в космос. Ну, скорее всего, вот сейчас это простой образ, но в этом направлении надо работать, потому что мы 50 лет работали на химическом топливе. Дельная тяга низкая — 400 секунд. Чтобы поднять ее в 2-3 раза, надо, во-первых, использовать электрореактивные всякие. Американцы делают даже лазером, в сопло светят. То есть, увеличивают температуру в сопле. Это могут ядерные двигатели, это лазерные системы. Они сейчас очень высокоточные. И вторая там проблема — там надо организовать слой, пограничный слой, управлять пограничным слоем. Там тоже очень много фокусов. Как убрать это сопротивление? Мы очень много тратим на аэродинамику. Если сделать так пограничный слой внешними средствами, что он будет малой плотности, вы уберете сопротивление. И вот эти идеи, они, конечно, найдут свое место. Ну, надо этим заниматься, надо это финансировать. Мы не из первых начали этот магнитный транспорт. В Сочи даже там проект был. Но потихоньку утратили вот это вот первенство. Вернемся? Я думаю, что вернемся. Жизнь заставляет двигаться быстрее. При таких расстояниях наших... Жизнь заставляет двигаться быстрее. Второе. Мы перехватываем весь транспорт, который сейчас медленно идет по океану. Это колоссальная задача экономическая. Хотя бы часть этого потока, грузопотока. Ведь сейчас Европа и Китай, они перевозят колоссальное количество грузов. Если хотя бы часть она пойдет через Россию, это тоже большой плюс для России. Как вы думаете, когда будет встреча двух объектов, один из которых человек, а второй может гордо сказать, я робот? Мы сейчас не можем предугадать эти вещи. Где-то... Вот надо реализовывать те возможности, которые есть. Они колоссальные дают преимущество сейчас. То есть можно новые информационные системы вокруг Земли построить. Совершенно изменить структуру. Я помню, как в Штатах мне предложили телефон позвонить на дачу. И для меня это было такое удивление, что можно услышать голос из России за тысячи верст. Тогда это был шок вообще. А сейчас это у ребенка рядовое открытие. Поэтому вот такие они будут продвижения. Особенно дистанционный доступ, дистанционное образование. Снимаются с помощью видеосистем, снимаются барьеры языковые, территориальные. То есть к чему это приведет, мы сейчас трудно нам прогнозируем. Поэтому давайте вот... Трудно предсказать. Двигаться. Нет, двигаться надо. Давайте двигаться. Давайте двигаться. Это более правильно. Спасибо большое, Валерий Павлович, что уделили нам время. Спасибо за приятную беседу. Это был «Русский космос». Программа «Непредсказатели». Программа для тех, кто делает свое дело, для тех, кто идет вперед. Спасибо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова